Дорогие мамочки, я рада вас видеть в гостях у доктора Алены. И сегодня мы с вами поговорим о ларингите. Что может сделать мама еще до прихода врача, мы сегодня обсудим с доктором-педиатром Алисей Бутузовой. Что такое ларингит, и почему так он напасть на детей? Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани, которое сопровождается хрипотой или потерей голоса. Надо понимать, что гортань – это очень непростой орган, потому что в нем имеется сужение, голосовая щель. Воспаление слизистой гортани, ларингит, вызывает отек ткани и еще большее уменьшение этого отверстия. И такая ситуация чревата развитием очень опасного для жизни состояния стеноза. А кто может заболеть? Откуда он берется? Ларингит провоцируется инфекцией, например, коклюшем, гриппом, корею или аллергией. А вот предрасполагающими факторами являются переохлаждение, перенапряжение голоса, сильная задымленность или загазованность помещения. И, к сожалению, ларингитом дети болеют всегда. И в межсезонье, когда холодный ветер и сырость способствуют распространению вирусной инфекции. И летом под кондиционером. То есть это заболевание присутствует в любое время года. Воспалительный процесс может захватывать всю слизистую оболочку гортани, реже только слизистую оболочку надгортани или других участков этого органа. Чаще всего ларингита возникает у детей с года до трех. Реже уже болеют детки старшего возраста. Как мама может заподозрить ларингит? Как отлечить его от банального ОРВИ? Конечно, еще раз повторюсь, что лечением заболевания занимается доктор. Поэтому при любом ОРВИ мы вызываем доктора. Однако признаки ларингита тоже очень важно знать, чтобы знать, как действовать в такой ситуации. Ларингит начинается, как правило, как банальный ОРВИ. С повышением температуры, тела, ухудшением самочувствия и кашля. Однако очень быстро этот кашель приобретает характерное звучание. Недаром его сравнивают с лаем собаки. Это очень грубый звук, который ни с чем нельзя спутать. Даже мама, которая впервые сталкивается с ларингитом, как правильно и безошибочно ставит диагноз своим деткам именно на основании вот этого лающего кашля. Чаще всего приступы этого кашля наблюдаются ночью. При этом вначале кашель сухой, а затем становится влажным. Уже отделяется слизистая мокрота вязкая. А кто диагностирует и лечит ларингит? Диагностикой лечения ларингита занимаются лоро-врачи или инфекционисты. Для постановки диагноза характерные симптомы информативно, как я уже сказала, лающий кашля, першение в горле, данные осмотра гортани, доктор может увидеть визуально, отек и сужение голосовой щели, и аускультацию грудной клетки. А чем опасны эти заболевания? Как я уже сказала, самым грозным осложнением ларингита является именно стеноз гортани. Сужение приводит к затруднению дыхания, а в тяжелых случаях вплоть до удушья. Мы выделяем три степени стеноза у детей в зависимости от выраженности сужения просвета гортани. Итак, первая степень – это когда голос малыша становится охрипшим. Но дыхание при этом ровное в состоянии покоя, а при возбуждении незначительно уже нарушается. При второй степени стеноза уже возникает возбуждение у ребенка, беспокойство, потрилище. Он же чувствует нехватку воздуха, он уже не может нормально спать, он пугается этого чувства. И малыш дышит, и видно у него участие дыхательных мышц. Вот здесь, да, он втягивает уже на грудинную ямку еремную. При третьей степени стеноза возникает резкое нарушение дыхания, уже сознание ребенок может потерять. Выражен цианоз, такая синюшная кожа. Дыхание жесткое, его слышно на расстоянии. И, к сожалению, в тяжелых совсем случаях может возникнуть даже удушье. При любых, даже самых начальных признаках стеноза важно, как можно скорее вызвать скорую помощь. А до ее приезда самим предпринять правильные методы первой помощи ребенку. Как мы можем помочь ребенку при стенозе? Как я сказала, обязательно в первую очередь один, например, взрослый, вызывает скорую помощь, второй оказывает помощь ребенку. Вызывать скорую помощь необходимо и при первой степени стеноза, потому что он может очень быстро прогрессировать, переходя в самую тяжелую. Нужно постараться успокоить ребенка. Возьмите его на руки, прижмите к себе, говорите спокойным, уверенным голосом. Если ребенок будет сильно напуган и возбужден, приступ только усилится. Также очень хорошо помогает небулайзер с дексаметазоном, физраствор и дексаметазон. Дексаметазон – это гормон, который снимает отек и восстанавливает дыхание. Во время процедуры лекарственный препарат уже попадает прямиком в дыхательные пути, снимает отек и расширяет бронхи, и уже способствует прекращению этого состояния. Это гораздо удобнее и быстрее. Если нет небулайзера, срочно включайте в ванне горячую воду в оба крана и заносите ребенка в эту парилку. Вот этот влажный и горячий воздух поможет ему хоть немного снять этот приступ. Также полезно растирать или парить ножки. Если же есть склонность к обострению ларингита, и мама знает уже, что для ребенка характерна такая ситуация при тяжелых ОРВИ, необходимо попросить своего педиатра рассчитать дозу преднизолона и держать этот препарат на готове. Шприц и препарат, чтобы в случае чего можно было ввести его ребенка при стенозе. Если же ребенок аллергик или еще маленький, необходимо дать ему антигистамины, то есть противоаллергический препарат, который также помогает уменьшить отек и улучшить состояние. И еще раз акцентирую ваше внимание на том, что отказываться от госпитализации нельзя, даже если стало лучше после небулайзера, даже если доктор скорой помощи снял приступ. Приступ может повториться вновь, поэтому ребенок до излечения должен находиться под наблюдением врачей. Как правильно лечить ларингит? Ну, конечно же, в первую очередь важно установить первую причину заболевания. Чаще всего это вирусная инфекция. Устранив ее, можно будет уже пролечить ларингит. В противном случае мы будем только снимать симптомы. Сами понимаете, такое лечение эффективно назвать сложно. Затем назначается щадящая диета, обильное питье. Потом могут быть назначены горчичники на область грудины. Такой отвлекающий маневр, который также может улучшать дыхание. Естественно, щелочные ингаляции с добавлением дексаметазона в первые дни, затем просто уже ингаляция, возможно, с щелочной минеральной водой, которая уже облегчает отхождение мокроты. Сухой воздух ухудшает состояние больного. Об этом нужно помнить. Поэтому важным моментом является увлажнение воздуха в комнате, где лежит больной ребеночек, с помощью увлажнителя. И важно, конечно же, обеспечить спокой голосовых связок, чтобы они могли восстанавливаться. Поэтому ребеночку лучше не болтать. А существует ли какая-то профилактика ларингита? К сожалению, специфической профилактики ларингита нет. Однако для предупреждения этого грозного заболевания действуют все способы профилактики вирусной инфекции. Потому что именно вирусная инфекция чаще всего является основой этого заболевания. Итак, что мы делаем? Мы укрепляем иммунитет. Мы закаливаем ребенка. В периоды сезонных обострений эпидемии ОРВИ мы используем противовирусные средства с профилактической целью. Мы промываем нос препаратами на основе морской воды. Мы регулярно проветриваем квартиру и проводим влажную уборку. Ну и, безусловно, стараемся всячески избегать контактов с кашляющими и чихающими людьми. Алиса Владимировна, мы благодарим вас за то, что вы нам рассказали о строкрозном заболевании. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!